всем привет минут пять на две-три-пять минут идет на сборы обычно и не предупреждая такой же человек не слишком заняты вхожу в эфир тогда когда это возможно поэтому сегодня мы поговорим по сет про съемку срок и вам покажу как я снимаю срок возможно вы какие-то свои идеи тоже мне расскажете мы это все обсудим и я вам покажу как снимать дискотеку плюс я скину несколько ссылок вчера в прямом эфире я скидывал ссылки как мы снимаем но результат того как мы снимаем дискотеки да вот дженни хейдро как люди потихоньку оттягиваются добрый день артем сегодня с утра бегал по горам у нас гора тарки если кто был махачкале знаю вот с любой точки махачкала она видна и мы выходили на самый вверх и делали съемки сегодня очень такой классный день получился и на коптере полетали и я поснимал то что я хотел вот знаете что самое такое интересное бывает вот когда тебе полную свободу дают и у тебя нет определенного направления да что ты должен это ты должен это или это вот и человек с хорошей фантазией человек который свою профессию любит он может снимать в таких местах бесконечно то есть я мог спокойно четыре часа не спеша провести он там наверху и я бы снимал все эти четыре часа все кадры у меня были бы разные вот я бы вдоль всех торгов прошел бы из со всех сторон снимал бы разные кадры интересные там и жирность наверху сельское хозяйство есть и город оттуда хорошо виден и море видно то есть все упирается только в набор объективов которым вы владеете да и вашу фантазию вашу фантазию как вы можете себя выразить но через вот такую простой набор до кадров вроде бы кажется что простой набор кадров ты видишь город снял на 24 метра снял на 50 и на этом все закончилось нет на самом деле на самом деле все не так просто вот я всегда своим операторам которые приходят на свадьбу я всегда говорю вы снимайте стандартные кадры до которые нам нужны которые вы постоянно где-то видите там общий средний крупный там фасад сняли зашли там оформление сняли музыкантов свет столы и так далее стандартная вы все сняли вот у вас время остается до начала свадьбы обычно еще запас времени хватает и вот все это время которое осталось до начала сами не сидите не отдыхайте в ватсапе не скидывайте прямой эфир в инстаграме сидите то есть снимайте какие-то планы которые вы не снимали до пробуйте пытайте заставлять и мозг работать как это вам решение на по математике задачу дает вы должны решить не одним способом а тремя способами и мозг начинает искать эти варианты то же самое здесь вас на съемку куда-то закинули сказали снимать ты сначала снял все стандартно чтобы человеку понравилось а потом начинаешь уже думать как можно с ним нестандартно нестандартный угол . снизу сверху ракурс чуть заваленным горизонтом где-то ну это все уже идет сверх кому-то это может понравится кому-то нет но для вас лично это будет развитие доллар продакшен про съемку с рук ты говоришь никому не интересно честно для меня это тоже тема такая не сильно распространенная сам очень редко снимаю с рук но просто люди просили я думал одним эфиром я ограничусь эту всю тему расскажу закончу вот вообще съемка с рук начало цеплять знать когда когда появились вот эти mtv каналы и когда появились но у них еще большие камеры были на то время и они вот на дискотеках ночных клубах там либо в клипах показывали как они вот этими камерами двигать то есть самих операторов видно не было но было видно что они делают как они двигаются приблизительно по такой же траектории но я старался повторять до снимать с рук меня конкретно никто не учил и об этом нигде не написано как правильно снимать рубля вот поэтому свои какие-то вещи техники я вам покажу ничего сложного конечно в этом нету но в любом случае даже просто как эта вещь в ней нужно разбираться чтобы делать это грамотно ну правильно да так давайте тогда приступим смотрите у нас есть нет я электронный стабилизатор если я день я никогда не использую этот мусор мне не нужен я очень часто не поверите я я очень часто вижу людей сейчас практически 8 90 процентов снимать на электронном стабилизаторе это как болезнь для людей они ничего с этим поделать не могут они не хотят таскать дополнительное оборудование они хотят все решить одним этим ну если бы мы колхозили но во время на на плечных камер там но у нас не было ни моноплодов не трехосников ничего ну кроме вот ручных механических стабилизаторов да то все снимали с плеча минимум оборудования одна камера одна батарея одна кассета все с плеча и день заканчивался сейчас все немножко усложнилось профессиональные операторы носят три-четыре объектива монопод штатив слайдер там еще что-то трехосник у них может быть то есть это все громоздко это все надо уметь использовать для этого всего нужны мозги про потому что просто взять и снять красиво на слайдере не получится любому человеку слайдер щас дайте с камерой скажите с ними красиво чем не снимет без практики тяжело то же самое на трехосник если человек никогда не снимал и не знает как то он тоже не снимет красиво ну и на коптере да вот у нас здесь коптерчик есть он он начал снимать просто как игрушка да вот бывает детям купили коптер как игрушка снимая и вот летать вот он точно также летал только с включенной камеры он понятия не имел что такое кадрирование куда камера должна смотреть в какую сторону можно снимать какую нельзя и тогда вот так этот человек начинал учиться вот сейчас большинство операторов они тоже покупают камеры и прямо учатся там на месте половину свадьбы можно выбросить поэтому одним трехосником даже если один я бы не смог так по поводу по поводу съемки с рук показываю вариант сначала просто с рук да как это все делается обычно если ты хочешь стабильно что-то снять или ты заходишь допустим на дискотеку в толпу конечно с откидным экранчиком заходить в толпу опасно то есть тебя снесут заденут еще что-то и кранчику до свидания поэтому с откидным экранчиком никогда не заходите в толпу ну либо осторожно ну я не советую даже если тебе плохо видно вот так но я же не могу так вести камеру да она обычно вот у меня в удобном положении вот здесь прямо перед грудью мне вот этого косого взгляда на экран здесь экран так не откидывается мне его достаточно чтобы контролировать ну кадр за для дискотеки этого достаточно и смотрите на вот самое интересное здесь многие делают ошибку многие переводят камеру так поняли да то есть когда человеческая получается ось она остается на месте и двигаются только руки но когда двигаются только руки получается что траектория движения вот этого пути да она большая но когда ты начинаешь корпусом чуть-чуть приклоняться отклоняться ты сокращаешь траекторию вот этот смаз который был от одного объекта до другого он у тебя становится короче ты быстрее делаешь переход допустим от отсюда не нужно перейти назад до большинство сделать вот так и траектория будет большая а я сделаю вот так то есть немножко отклоняетесь назад и получается одну сторону движения отклоняетесь назад и сокращаете траекторию когда вы уже перешли на новый кадр вы можете вот это отклоненное тело назад выравнить и уже работает вот с этим кадром за вперед назад и тогда иногда когда вы видите что идет хорошая динамика вы ну знаете как получается ты что же человек до музыка на тебя тоже влияет и ты тоже на нее реагируешь то есть когда весело когда все люди вокруг танцуют и когда ты внутри в толпе с камерой ты тоже начинаешь делать вот эти вещи красивыми кадры будут те которые вы делаете не отрывая ноги от пола то есть вот сейчас я вам показываю наезды отъезды поворот и так далее вот это все делается плавно снизу вверх и так далее не отрывая ноги от пола когда он начнете делать вот эти переходы соответственно здесь уже будут вот эти вертикальные движения и будут немножко запоротые кадры но это динамика и вы спокойно можете переходить вот допустим здесь что-то отсняли можете нашли новый объект и хотите туда перейти просто держите камеру ровно и плавно идете туда на согнутых ногах на согнутых ногах чтобы минимизировать вот эти вертикальные отклонения теперь это все что касается дискотеки да то есть обычно на дискотеке на дискотеке дискотечные планы мы снимаем широким кадром чтобы усилить динамику дискотечных кадрах вы можете использовать 16 миллиметров там 11 миллиметров и так далее да да там появляется большая такая дисторсия но это увеличивает динамику то есть любое твое движение даже минимальное на 16 15 миллиметров заставляет двигаться весь кадр и когда у тебя весь кадр двигается ты усиливаешь динамику это делать только на динамичных сценах этого нельзя делать где все тихо спокойно где там медленные танцы и так далее такие вещи вытворять конечно нельзя поэтому вот эти все динамичные кадры старайтесь вы снимаете дискотеку снимайте прижав локти к ребрам это самое устойчивое положение в принципе в принципе вы можете сделать это положение еще более устойчивым если будете смотреть в глазок то есть дополнительный упор для вас это глаза ну лучше конечно снимать от груди потому что в приоритете даже не в приоритете вы если снимаете на ширик то снимать от уровня глаз уже опасно потому что головы будут большие ноги будут маленькие то есть вам придется сверху вниз снимать когда вы снимаете на ширик желательно чтобы камера была пониже пониже чтобы дисторсии но такой явной дисторсии по вертикали не было по углам дисторсия будет сильная и это простительно на динамике а вот в середине в центральной линии в эту дисторсию минимизируете если будете снимать вот ну от солнечного сплетения да получается то есть на ширик желательно снимать ниже уровня глаз чтобы у человека не были слишком большие ноги или слишком большая голова опять чтобы сделать оценку что у человека большая голова большие ноги и так далее и так далее нужно время если вы удерживаете кадр с неправильной дисторсии когда человек может ну у него есть время оценить кадр да тогда да он скажет это что за кадр у нее здесь задница большая а голова маленькая да он может пожаловать но если вы все снимаете постоянном движении в динамике да и вы это делаете правильно под музыку тогда вы не даете человеку сконцентрироваться оценить каждый кадр у вас нет и где остановки вы движетесь постоянно раз с отклонением немножко таким вот таким вот когда вы эти отклонения делаете это смотрится немножко правильно потому что я я искал ошибки своих операторов которые тоже снимают с рук и я заметил что вот эти все движения на самом деле это не простые движения им надо учиться вот эти движения как я вам показывал с отклонением назад если человек их не делает то кадр он смотрится но не профессионально вот этот динамичный кадр он смотрится как будто не не полноценный чего-то там не хватает кого-то поэтому вот я даже со стороны могу оценить вот как человек динамику снимать хорошо или нет просто мне достаточно на его движение посмотри далее это все что касается динамичных планов на широком угле динамику на широком угле я снимаю от 16 миллиметров до 24 результаты этой съемки я скину ссылками под этим видео будет 4 ссылки 4 или 5 вы можете увидеть как я там двигаюсь да возможно там еще кто-то попадет там есть еще один второй оператор который у меня тоже может неплохо двигаться ну в дискотеке да когда это смотрится красиво вот эта съемка с рук да я нигде съемку с рук не практикую кроме съемки дороги потому что там невозможно использовать какие-то устройства и так далее дорогу мы можем снять либо на трехосник либо с рук и вот дискотеку все за весь день за все остальные съемки где-то рекламу и так далее только тревел какие-то вещи можно снять тоже с рук ну это все короткие кадры про съемку срок я уже говорил это только вот короткие кадры ну на дискотеке применимо она только в основном то есть на свадьбе применимо только в дискотечной части и и если вы все сделаете правильно и используете съемку с рук в дискотечной части когда идет динамика то желательно чтобы вместе с вами то есть чтобы не один человек это делал а все остальные снимали статичные какие-то кадры с разу сторон да желательно чтобы все подхватывали эту вашу динамику да чтобы был второй ну обычно у меня два оператора в центре экран вот и если пошла динамика и мы об этом заранее знали мы оба берем камеру в руки и снимаем соответственно кран тоже постоянно движется и во время динамики экран прошу двигаться чуть быстрее то есть в такт динамики да то есть есть там совсем быстро двигаться соответственно мы внизу тоже двигаемся относительно динамики музыки да если она такая простая мы двигаемся помедленнее попроще если она динамичная мы двигаемся тоже ну побыстрее да все это потом выглядит в конечном итоге лучше как не накосячить с динамикой вот проблема большинства всех трехосников в том что 50 процентов материала на трехосные сабилизаторы бывают запорота потому что человек не умеет плавно переходить с одного плана на другой план это тоже тонкий момент работы с трехосником многие этого делать не умею плавно переходить с одного плана на другой план где вы скажете можно этому научиться я видел испанскую одну из испанскую передачу где зале сидят куча людей и два ведущих да и там как раз показывали как оператор работает с этим всем то есть у них идет прямой эфир оператору нельзя накосячить вы понимаете нельзя накосячить вот если вы будете снимать так как будто бы вы передаете прямой эфир и заставлять будете себя опять же думать головой прежде чем что-то сделать тогда вы найдете траектории по которым вы не будете косячить это касается и трехосных стабилизаторов и съемки срок когда вы снимаете дискотеку поэтому когда снимаем дискотеку вот вы все эти динамичные планы со отклонениями так далее поснимали что-то там еще вывернули допустим одну пару поснимали секунд двадцать двадцать если это не главные участники торжества если это не жених и невеста если никакой сверх активности от пары которую вы снимаете нету секунд двадцать поснимали какой-то один маленький круг спокойно не опуская камеру с включенной камерой мы плавно переходим на соседнюю не надо бежать на край другого зала ну на край зала чтобы снять там что-то если что-то сверхъестественное и интересное можно отключиться выйти а так вы плавно переходите перемещаетесь по зала по 20-30 секунд снимая где-то и делаете вот такой круг до получать с включенной камерой не поднимая не опуская в пол то есть вы снимаете так как будто вы в прямом эфире вот если какие то есть важные моменты резкие там где-то родители вышла вышли где-то кто-то там сальто где-то кого-то на стол подняли можете делать резкие переключения бежать туда что угодно делать но интересные моменты надо уметь реагировать на них вот если все идет плавно чинно без остановки без особых каких-то всплесков гормональных можете работать как обычно вот это все что касается съемки срок без каких-либо дополнительных устройств если вы только начали снимать то наверняка вам понадобится какой-нибудь рик потому что люди не имеющую практику съемки да даже которые еще с монопода не снимали только страхосника с рук они обычно всех халява снимают вот у меня опыт работы большой и с наплечными камерами из со штатива из рук из монопода я снимал там больше двадцати трех лет я уже снимаю поэтому у меня опыт большой и я с рук тоже снимаю очень хорошо но я не считаю это профессиональности это отдельный какой-то момент который может подчеркнуть динамику вот и все какое-то важное важное статичные кадры с рук только если под рукой оборудование нет все у меня были люди неподготовленные до которым попалась камера и не оказалось монопода дополнительного на свадьбе и всю съемку человек провел с рук но у него задача была такая не первостепенной важности да у него задача была просто ходить с родителем с отцом и снимать везде где он подходит ему надо было снять все с рук вы думаете он справился вот весь день просто снимать с рук качественно это бывает сложно но это был экстремальный случай такой бывает редко поэтому с рук снимать ну сразу скажу нелегко далее если вы только начали и вы у вас еще там большого опыта метода лучше использовать какой-нибудь наплечный упор они бывают разные вы можете забить в интернете или где-то еще вот любой наплечный упор но у меня вот этот лампарте он переделанный трубки сами от лампарте идут вот эти все аксессуары и крепления между трубками тоже лампарте сама площадка уже мафронтовская у них у лампарте стояла такая высокая площадка можно было камеру вверх-вниз двигать и так далее ну все я это упростил до самого элементарного чтобы можно было тащить и не было особо сильного веса и все ненужное отсюда просто выкинул хотя сама сборка вот от лампарте она вышла где-то 18000 от нее сейчас остались только трубки и и вот эти ну соединительные штуки все сейчас наверно комплект еще 57 стоит в вертикальном формате ну прямой эфир я не знаю скорее всего прямые эфиры будут смотреть на телефонах так потом пока я держу камеру в руках у меня камера одна я трансляция с ним соответственно вести не могу и в этой программе трансляции full hd они какие-то ну стрёмные бы по качеству поэтому но следующий трансляции уже если я не буду говорить о камере вот и я буду вести с неё и они будут наверно горизонтальны значит последнее время вертикальный формат набирает обороты и шорты и инстаграмовские рилсы поэтому их больше на нас смотрят на телефонах поэтому они его удобнее да так что касается идем дальше если как бы с рук у вас снимать получается не очень хорошо и слишком большие дрожане обязательно используйте какой-нибудь рик они с разные есть с дополнительным упором ну в грудь есть просто с упором прямым в плечо да этот кромовский если они с одной ножкой просто плечо упираются так тоже как дополнительная точка опоры просто получается все любой плечевой упор он у вас вот эти все минимальные дрожане он забирает даже если здесь нету прижатия какого-то сильного да и вот это дополнительно для плеча поставки специальные и так далее даже если он просто у вас лежит на плече просто вот так свободно да даже в этом случае он компенсирует ваши минимальные дрожане потому я выбрал себе именно такой упор я научился с ним работать с определенными упорами тоже нужно нужно уметь работать да учиться здесь есть свободой на многих упорах вот этой свободы нету поэтому я здесь все рассчитал и на дискотеках для работы он меня тоже ни в чем не ограничивает хотя бы на дискотеках я уже раньше использовал плечевой упор сейчас я снимаю исключительно это дело все с рук вот так что еще касается съемки с рук вот допустим выписки я уже говорил я снимаю вот так то есть на выписку я не беру монопод чаще всего я беру просто рик камеру там две батарейки одну флешку все больше ничего я снимаю все с рук на зуме крупные кадры общий кадры все снимаю с рук в клиповой форме все монтирую и отдаю что еще у нас есть по съемке с рук крупные планы давайте это самый сложный момент рик уберу рик вот еще раз говорю рик в любом случае все съемки с рук он вам улучшит поэтому нет необходимости в риге не говорите когда вы уже опыт наберете вы можете сказать что рик там там улучшить чуть-чуть да я могу и без него справиться но самом начале нужно идти поэтапно да сначала используйте дополнительное оборудование а потом пробуйте без него и соответственно решаете вы готовы без него снимать или нет по съемке с рук еще есть особенность такие если снимаете с рук обязательно вырубать матричную стабилизацию чтобы ее не было если снимаете с рук объектив должен быть составом обязательно потому что но 4 видео я скину в одном видео вы просто реально сами глазом увидите что на объективе не было стабилизатора а я снимал с рук да но без плечевого упора я снимал срок и там видно вот это мелкое дрожание она в динамике не сильно раздражает если были какие-то мелкие другие медленные какие-то кадры или сидящие люди допустим а у тебя камера вот так медленно дрожит я себе снимал с сидящих людей столько камера то но было бы проблем надо это все оправдать а в динамике как бы можно закрыть глаза поэтому если не хотите накосячить в объективе стабилизатор матричный стабилизатор желательно чтобы он был отключен либо стоял на минималках чтобы вот эти вы развернули камеру остановили резко матричный стабилизатор там еще какое-то движение матрицы вам продолжает туда потом возвращает обратно да если вы замечаете что это часто происходит постарайтесь усилить матричный стаб если у вас есть варианты сделать его пожестче сделайте пожестче и используйте в таком виде что касается зум кадров но все зум кадры которые вы будете делать кадры на зуме все эти кадры они будут короткими невозможно делать на зуме кадры но большой длительности это ну надо быть супер-пупер профессионалом чтобы вывести допустим трехминутный какой-то кадр на зуме и снять все правильно без каких-то движений поэтому очень сложно на зуме какие-то кадры делать в основном это клиповые доказаны вы навели две-три секунды человека поснимали в динамике там отключили пошли другого человека и все эти кадры выхватываете там крупные планы какие-то на зуме с рук вы снимаете но опять там будет очень много брака потому что на зуме даже с монопода на зуме может быть очень много брака потому что крупный план люди постоянно туда-сюда ходят меняются надо успевать за фокусом фокус у нас крутить никто не любит вручную автомат часто косячит на крупных планах поэтому надеюсь эфир не не призвался товарищ звонил хочет приехать по поводу крупных планов я сказал очень тяжело много будет брака с рук снимать крупные планы это хана некачественное видео у вас был вот опять это все все вот эти ручные планы планы с рук это все идет только на динамике только на клиповых кадрах только на кадрах там размером 35 7 секунд и все какие-то длительные кадры тост снимать человек говорит тост там 3-4 минуты вы снимаете с рук это уже будет брак стопроцентно это будет брак просто включите на перемотке ваш кадр снятый с рук 3 минуты тостучало вы увидите насколько у вас камера там туда-сюда гуляет даже на моноподе видно вот эти вертикальное дыхание когда человек снимает 3-4 минуты на моноподе это видно срок будет намного хуже и это уже для глаза будет нестерпимо больно вот поэтому снимать с рук больше ничего не рекомендую короткие кадры тревел кадры там путешествие и так далее снимайте полным ходом там все коротко потом соберете клип выкиньте и все будет хорошо а на свадьбах только дискотеку и все вариантов нет что на всех других профессиональных съемках ну что рекламу не будешь снимать с рук опять ну и если вы хотите достаточно качественно снимать с рук то вам нужно утяжелить сетап из вот эти все безделушки обвесить компендиум большие батареи плечевой упор и так далее вы если заметили на первых на НТВ и так далее на многих каналах сейчас вот такие живые кадры приветствуют а даже новостных сюжетов операторов просят снимать не со штатива не с монопода а с рук то есть им вот эта шевеленка им нравится но это шевеленка это новостной канал запомните это новости это шевеленка она передает опять какой-то сюжет динамику что там что-то происходит и так далее и так далее когда вы снимаете свадьбу там все размеренно все понятно это человек говорит туда вот это лишняя шевеленка там что-то изображает из себя там не нужно там все нужно четко правильно передавать вот есть а как передавать если вы спросите я вам скажу книгу Соколова монтаж почитайте вот там четко ясно и понятно объясняется как снимать ну там не написано как снимать тасущих там написано как снимать людей которые друг с другом разговаривают как снимать группу людей которые друг с другом разговаривают с какой стороны снимать где должен быть второй где должен быть третья операция то есть там это все есть я это все использую на свадьбах то также я могу это использовать в любом другом месте то есть у меня ограничения по съемке никаких нет я знаю правила я эти правила могу применить в любом месте на съемки свадьбы на съемки там похорон на съемки похорон если вообще такие бывают на съемки рекламы музыкального клипа и так далее то есть вообще никаких ограничений нет если ты знаешь как это делать вот и откуда отталкиваться есть у вас вопросы есть по съемке с рук спрашивайте я прямо сейчас вам покажу расскажу если по съемке с рук у вас вопросов нет тогда наверно мы этот эфир уже закончим фокус когда у меня был марк 3 там разные варианты были вы смотрите когда у меня был panasonic и на нем стоял переходник метабонс и 18-35 там был с 18 диафрагмой да я крутил вручную фокус когда у меня был марк 3 и если я использовал 16-35 то там ну можно было кольцо в определенное положение выкрутить и оставить не трогать и у тебя все было фокусе на 16-35 на 16 миллиметров вот в основном да получается когда ты в динамике когда ты в динамике вот что интересно в динамике ты можешь допустить автофокус и он будет почти всегда прав почему посмотрите мы делаем динамичные кадры динамичные кадры то есть быстрые кадры и чтоб человек успел разглядеть то что вам нужно объект в динамичном кадре должен быть в центре всегда то есть когда вы с одной стороны камеру переводить в другую сторону то тот человек на которого вы наводите он должен быть в центре потому что кадр может длиться две-три секунды и человек просто не успеет разглядеть там края бока и так далее то есть если вы какие-то динамичные кадры сцены режете обязательно объект размещайте в центре вот тоже самое здесь когда вы снимаете динамику ваш главный объект должен быть в центре то есть если вы снимаете динамику вы можете установить центральное кадрирование нажать автофокус и вам этого будет достаточно в большинстве случаев автофокус по центральной области в динамике вам поможет во всех остальных случаях если вы снимаете допустим на какие-то фиксы 35 миллиметров 1.4 50 миллиметров 1.4 или 1.2 там все вручную там уже если опять если ты короткие кадры делаешь на две три четыре секунды ты можешь себе автофокус позволь но если хочешь продолжительное видео снять там 10-20 секунд контролируемое видео если ты хочешь снять чтобы автофокус у тебя не сбивался куда попало да тогда вручную опять это должен быть хороший экран у вас потому что без экрана вы там хрен чего сфокусируетесь на соников хороший экран у вас должен быть и соответственно хороший объектив вот поэтому нужно ну понимать когда авто вам поможет когда не поможет на широких планах на динамичных сценах главный объект всегда в центре можете центральная кадрирование центральную фокусировку по центральной области включить автофокус 70 процентов будет то что нужно вот и это на широких планах а если уже идут фиксы и вы хотите снять какие-то кадры с размытым хорошо размытым фоном то опять два варианта если вы сделать фокусировку по глазу то у вас будут короткие кадры и когда вы будете делать переходы у вас фокус будет ну разлетаться туда то сюда это неконтролируемая фигня вы с этим ничего сделать не можете если вы будете это делать вручную то есть я беру 50 миллиметров у меня 1.4 я на полностью открытой диафрагме сфокусировался на девушке и переходы я обычно делаю так вот ты смотришь на девушку ты сфокусировался на ней теперь ты фиксируешь руки смотришь куда тебе перевести можно камеру ты сначала глазами находишь объект на который ты хочешь перевести а потом делаешь переход вот и здесь когда ты сфокусировался на девушке опять это тоже мозг должен работать когда ты в ручном фокусе мозг должен работать допустим девушка стоит на расстоянии пяти метров человек стоит справа у меня на расстоянии трех метров куда крутить фокус если это киноновский объектив на себя фокус будет приближаться к тебе то есть во время движения камеры я уже слегка подкручу фокус для этого человека чтобы когда я к нему пришел он не был полностью размыт он был в области фокуса такого небольшого поэтому ручной фокус он дает вам больше свобод меньше брака и соответственно нужно чтобы ваша голова тоже работала получше потому что ручной фокус это вам не баранку крутить в яндекс все вот смотрите по поводу эслога да многие занимаются люди извращениями да вот используя эслог вообще не понимают для чего как и так далее вот у нас были залы банкетный зал представьте большой зал с одной стороны здоровые окна на всю высоту и получается с одной стороны у нас полностью идет естественный свет с другой стороны у нас идет полностью искусственный свет то есть свет в зале получается отсюда у нас идет холодный свет 5600 отсюда идет теплый свет от ламп которые горят внутри зала 3600 ну 3200 3500 и так далее и что делать в этом случае то есть если вы снимаете прямо справа у вас холодная картинка слева у вас теплая картинка если вы снимаете с той стороны со стороны холодного света у вас все холодное кроме заднего фона задний фон будет желтый если вы снимаете с этой стороны то получается у вас все желтое и задний план будет пересвечены окна всегда когда я попадал в такие залы и ну у нас это камеры были проще тогда об эслогах никто ничего не говорил и и и люди снимали против света чаще всего вот я не снимал против света я себе не позволял съемку с пересвеченными окнами крайне редко крайне и своим коллегам тоже не позволял если у вас больше 30 процентов кадра пересвечены это брак вот запомните вот я тебе даже 10 процентов ну не позволяю редко бывает где-то если я тороплюсь я могу снять такие кадры а так вы вот я пять свадеб своих пролистаю вы там пересвечены на 10 процентов кадры не найдете вот смотрите что я делал в этом случае когда есть большие окна я просто говорил что преимущественно мы снимаем с той стороны со стороны окон то есть большая часть кадра вот вот центр зала отсюда желтый свет отсюда холодный свет я всем операторам говорил снимайте с этой стороны общие крупные и так далее все планы снимайте со стороны окон когда солнце сядет мы можем снимать уже по кругу с любой стороны вот я так решал эту проблему я не заставлял даже если бы у меня был с локи я не собираюсь вытягивать но это дерьмо за окнами зачем ты можешь вытянуть что-то за окнами если там красиво но если там просто пересвет и ничего хорошего смысл вытягивать проблемы из окон нету просто найдите ракурс где вот этого всего нет если за окнами что-то красиво снимите один кадр такой и все а так мучать себя логами это только ради эксперимента если вы понимаете что вы сможете покрасить лог файлы там ну это все тяжело идет потому что в логе ты добавляешь контраст все зависит от самого кадра тоже насколько он был там контрастный какой свет там был ты добавляешь контраст и контраст добавишь в пяти кадрах насыщенность во всех пяти кадрах может быть разная и это все глаз должен видеть и делать оценку то есть контраст везде ты добавил одинаковый а насыщенность везде будет разное это все ты должен то есть водить со слогами и равнять соседние кадры делать чтобы они были все одинаковые это не так просто особенно если пойдет смешанный свет какой-то в зале все хана вы там ничего не сделать вы просто себе проблем на голову накинете дополнительных и все так по поводу разницы в зале но опять я же вам уже объяснил если разница большая старайтесь снимать с одной стороны вот здесь по балансу тоже была разница здесь холодный здесь желтый мы снимали со стороны холодного полдня пока солнце не сядет а потом уже могли перемещаться ну по всему залу а если с экспозиция такая фигня тогда просто разделять задачи то есть не снимать влоги один человек снимает со стороны яркого света а второй снимает уже другие планы совершенно со стороны темного под съемку какую-то делать ну надо смотреть все зависит от если картинку покажете я вам скажу что там делать да баланс белого практически всегда ручной и всегда везде у всех одинаково так по поводу съемки с рук наверно мы закончим уже если у вас останутся вопросы или появится пишите в комментариях результаты как я снимаю с рук будут через час-два я закину ссылки под этим видео вы сможете посмотреть как я снимаю с рук так